МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА This is where dreams come to life And this is where he gives to us A chance to shine and a reason to save tomorrow With robbing paws and weighted breath Steady eyes and aim all set This is where each one will show Why we're here and where we'll go All is a game, he said And the spirit of the game we salute today Together we shout, together we will play All is a game, he said And the game we'll win at the end of the day Together we shout, together we will play She's a design She's a design She's a design She's a design Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» За ними следуют чемпионы мира и Олимпийских игр из Греции и Швейцарии Сейчас с вами благословляет волейбольную команду из Шри-Ланки Капитан команды Пиджи Морис Чаминго Команду возглавляет бригадный генерал Пиджей Чарльз Затем следует волейбольная команда Индии Капитан команды Кей-Джей Капил-Деф Команду возглавляет С. Гаданда Рамая Затем следует баскетбольная команда из Индонезии Капитан команды Файсел Ахмед Капитан индийской баскетбольной команды господин Ядов Команду возглавляет господин Дата Йоджо Хог Духовой оркестр Института Шри-Сатья Саи Торжественно приветствует президента Индии И нашего любимого Бхагавана Дирижер оркестра Сайшам Шарма Официальные представители различных спортивных федераций выражает свое почтение Бхагавану и президенту Индии Бхагавану и президенту Индии Бхагавану и президенту Индии ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас начинается торжественная процессия Академического и Административного Советов Университета Шри-Сатья-Саи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы начинаем нашу программу торжественного созыва университета Шриса Тесаи с государственного гимна Индии в исполнении Духового оркестра университета. Субтитры создавал DimaTorzok Профессор Эйви Лакшмина Расимхам, секретарь университета высшего образования Шриса Тесаи, Прошанти Нилаям, преподносит почетную гирлянду президенту Индии доктору Абдулу Каламу. Господин Анил Гокак, вице-канцлер университета Шриса Тесаи, преподносит Бхагавану Бабе букет цветов. Господин Чакраварти, секретарь Центрального Траста Шриса Тесаи, преподносит почетную гирлянду доктору Рам Шетти. Профессор Пурна Шридеви, ректор женского филиала Университета Шриса Тесаи в Анантапури, преподносит почетную гирлянду госпоже Уша Рам Шетти. Мы выражаем свое глубокое почтение Бхагавану Шриса Тесаи Бабе, а также президенту Индии А.П.Джей Абдулу Каламу, господину Шри Ти Эн Чатур Веди, губернатору штата Карнатака, господину Шри Рамешвар Такуру, губернатору штата Андропрадеш, господину Шри Вилас Рау Дешмуку, главному министру штата Махараштра, Почетные гости, спортсмены и покровители спорта, уважаемые братья и сестры, с большой радостью и уважением я приветствую вас в этот вечер по случаю торжественного открытия международного крытого стадиона Шри Сатьясай в обители высшего покоя, Прошанти Нилаям. Этот крытый стадион, построенный по мировым стандартам, в котором мы все находимся, является осязаемой манифестацией Божественной воли Пхагавана, Ваджра Санкальпа. Это спонтанное проявление безграничной любви Пхагавана к своим студентам, которых он часто называет своей единственной собственностью. От имени всех студентов и всего преподавательского состава университета Шри Сатьясай, с вами мы выражаем свою сердечную признательность и благодарность тебе за твои безграничные благословения, постоянное вдохновение и руководство университета за последние 25 лет. Сейчас я приглашаю на трибуну господина Анила Гокака, вице-канцлера университета Шри Сатьясай, с просьбой рассказать немного о докторе Рам Шетти, выдающемся кардиологе, который был тесно связан со строительством этого стадиона. Высокоуважаемый Пхагаван Шри Сатьясай Баба, наш главный почетный гость, президент Индии Абдул-Калам, господин Шри Ти Энн Чатур-Веди, господин Шри Рамешвар Тхакур, губернатор штата Андропрадеш, господин Шри Вилас Рао Дешмук, главный министр штата Махараштра, уважаемый доктор Рам Шетти и госпожа Уша Шетти, почетные гости, братья и сестры, позвольте мне воспользоваться своей счастливой привилегией и представить вам доктора Рам Кей Шетти и госпожу Ушу Шетти в этот торжественный момент. Доктор Рам Кей Шетти, госпожа Уша Шетти, а также их сын и дочь, которые также являются практикующими врачами, щедро пожертвовали большую сумму денег в размере 9 миллионов долларов на строительство этого спортивного сооружения. Они сделали это от чистого сердца в качестве благотворительности для благой цели, а также в знак благодарности и почтения Пхагавану Шри Сатья Сай Баби. Доктор Рам Шетти является известным кардиологом Американской Ассоциации Хирургии и Кардиологии, который проработал в области кардиохирургии более 30 лет. Он является преданным Пхагавану Бабы на протяжении последних 20 лет. Госпожа Уша Шетти также сыграла свою важную роль в благородных и благотворительных начинаниях своего мужа. Вся семья свято верит в то, что своим богатством, подобно любви, следует поделиться с максимальным количеством людей для максимальной пользы всего человечества. Он предпочел отказаться от своей блестящей медицинской практики в США для того, чтобы иметь редкую возможность служить лотосным стопам Пхагавана Бабы и быть инструментом Божественного Доктора. Я выражаю им свою искреннюю благодарность за их благородный жест. Благослови их всех, Господь! Джей Сай Рам! Сейчас мы приглашаем доктора Рам Шетти поделиться своими мыслями в этот торжественный момент. Со смирением и любовью я склоняю свою голову перед нашим дорогим и любимым Пхагаваном. Мое почтение нашему многоуважаемому президенту Индии Абдулу Каламу. Мое уважение всем почетным гостям и высокопоставленным лицам, уважаемые братья и сестры. Я приветствую вас всех словами Сайрам. В первую очередь от лица своей семьи я хотел бы выразить свою глубокую сердечную благодарность нашему любимому Пхагавану за эту уникальную возможность внести свою скромную лепту в развитие его божественной миссии. «Свами, мы несказанно рады служить Тебе. Невозможно описать наши чувства в словах. Мне трудно описать милость и заботу Пхагавана к нашей семье». Мы прекрасно понимаем, что Ты являешься реальным деятелем, а мы – всего лишь инструменты в Твоих божественных руках. Чтобы быть кратким, я просто хочу сказать, что мы полностью верили свою судьбу в Твои божественные руки. В этом контексте я хотел бы сказать несколько слов о Своем Сыне. Это история о том, как молодой человек в Америке полностью предался Свами и достиг своей цели. По милости Пхагавана, он получил общее медицинское образование в Америке в свои 20 с небольшим лет. И далее хотел специализироваться по детской кардиологии, но не хотел заниматься хирургией. когда он приехал в Прошанте-Нилаям, Свами порекомендовал ему специализироваться на кардиохирурга, к тому же в области детской хирургии. Наш сын послушался Свами и начал поступать на эту специализацию в Америке. В США хирург должен пройти стажировку по общей хирургии в течение 5-7 лет, прежде чем ему позволят проводить операции на сердце. По завершении трех лет в Америке сын хотел приступить к практике детской кардиохирургии. Тогда Свами посоветовал ему перевестись на учебу в Австралию. По милости и воле Пхагавана, его зачислили на медицинскую программу по детской кардиохирургии, где он продолжает работать и по сей день. Его цель – завершить свое образование по детской кардиохирургии, чтобы вернуться в Путапарти и работать там, куда направит Свами. Он хочет работать для Свами и жить рядом с Ним. Свами, я хотел бы обратиться к Тебе с молитвой. Дай нам всем достаточно сил, чтобы мы могли служить, служить и еще раз служить Тебе до последнего дыхания своей жизни. Джей Сайрам. Две живые легенды индийского спорта, генерал-лейтенант Раджвандар Ратор и Капил Дев преподнесут букеты цветов от лица спортивного содружества Пхагавану Баби и президенту Индии Абдулу Каламу. Среди прекрасного созвездия чемпионов присутствующих на этом торжестве, в этом зале с нами есть герой крикета, кумир миллионов, чьи подвиги на спортивной площадке стали частью фольклора крикета. Это человек-ураган, который привнес с собой ветер перемен в спортивном мире и помог принести звание чемпионов мира сборной команды Индии в 1983 году. Братья и сестры, встречайте гения спорта нашего века, Шри Капил Дев Никанч, который поделится с нами своими мыслями по случаю этого торжественного события. Добрый вечер, Свамиджи. Доктор Абдул Калам, который для меня является самым гениальным человеком, и я думаю, что вся наша страна разделяет мое мнение. Всем почетным гостям, сидящим на трибуне, всем преданным и моим дорогим друзьям, которые выступят перед нами сегодня, всем вам добрый-добрый вечер. Как спортсмен, я скажу всего несколько слов, поскольку спортсмены обычно не говорят много. Я могу только сказать, что то, что я вижу перед собой сегодня, это настоящий рай для любого спортсмена. С ваших благословений, если спортсмены будут иметь такого рода спортивные арены по всей стране, я могу заверить вас, что мы сможем принести стране много олимпийских и любых других медалей во многих видах спорта. Я думаю, что все люди в этой стране могут получить настоящее вдохновение, увидев такой замечательный дворец спорта, который был построен всего за сто с небольшим дней. В это трудно поверить, но это то, что все мы можем достигнуть, когда мы посвятим свою жизнь служению обществу. Когда мы служим людям, мы возвышаем свою собственную жизнь и делаем ее достойной и благородной. От имени всего спортивного мира нашей страны я низко кланяюсь вам. Мы гордимся вами и в свою очередь обещаем не подвести вас и достойно выступить на этом торжестве спорта и человеческого духа. Большое спасибо. Однажды студент спросил Пхагавана, «С вами, какова цель образования?» Пхагаван ответил, «Образование должно учить, как правильно жить, а не как зарабатывать на жизнь». Тогда студент задал второй вопрос, «С вами, что такое жизнь?» Пхагаван ответил, «Жизнь — это игра, играй в нее». Действительно, жизнь со всеми своими взлетами и падениями, победами и поражениями, радостями и печалями напоминает нам игру, которая, тем не менее, должна играться по правилам, потому что в конечном итоге нам будет задан вопрос не о том, выиграли ли мы или проиграли, а о том, как мы играли. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию замечательную видеопрезентацию под названием «Жизнь — это игра, играй в нее». Он сказал, «Жизнь — это игра, научись играть в нее правильно и мудро. Проживи полностью, осознав ее смысл, прежде чем высший арбитр сделает последний свисток. Когда выигрывает команда, какая разница, кто забивает гол? Поэтому в этой жизни думай не о себе, а об общей пользе всех. Игрок, который отказывается делать пас, совершает фолл. Страдает вся команда. Человек, который не желает делиться, также совершает фолл. Страдает его душа. «Шоевич» «Шоевич» Учись петь в гармонии с вселенской душой в игре под названием «Жизнь». Играй в команде для общего блага, для осуществления общей мечты. Пусть весь мир будет твоей игровой площадкой. Пусть каждый человек будет членом твоей команды. Пусть эти узы будут скреплены любовью. И совместно определяйте ход судьбы. Бог — это высший арбитр. Гуру — мой тренер. Он научил меня всему после того, как я обратился к нему со смирением за его божественными благословениями. Мой гуру взял меня к себе 15 лет назад. Тогда я был еще четырехлетним мальчиком. Я не знал, что моя семья была бедной. Не знал, что в этом мире существует такая вещь, как плата за обучение. Но даже 15 лет спустя, я до сих пор не знаю, что такое плата за обучение в школе, университете или за вступительные экзамены. Я никогда не знал о том, что мой отец был бедным. И по сей день, когда я вижу, как его сердце переполняется гордостью за меня, я все равно не знаю об этом. Моему гуру, который уберег меня от каждого камня, моему учителю, который преподал мне как теорию, так и практику в лаборатории под названием «Жизнь», который всегда проживал свою лекцию, всегда сам проходил свой урок, чей дух такой сильный, что может сдвинуть горы, чье сердце настолько мягкое, что тает от одной улыбки. Я шлю свои бесконечные приветствия моему божественному наставнику, свои смиренные поклоны его лотосным стопам в поисках его благословений. Книга его жизни полна великих глав. Каждая глава резонирует видением, миссией и благословением. С чего мне начать? Я листаю страницы наугад. Достаточно всего нескольких, чтобы осознать его великодушие и божественность. В этой книге есть страница под названием «Вода», которая утолила жажду миллионов людей, идущих иссушеными тропическим зноем дорогами. Каждый день чистая питьевая вода течет бесплатно к самому порогу их дома. Чудо, которое каждый может видеть своими глазами. Братья и сестры, купайтесь в ней, пейте ее, но она никогда не пересохнет в кранах. Мир хочет знать, как это стало возможным. Чтобы это чудо стало реальностью, какие горы пришлось передвинуть, каким количеством людей, сколько потребовалось средств, сколько усилий и тяжелого труда, какие технологии, какая воля. В конечном итоге, все вопросы сводятся к одному. С вами. Как тебе удалось совершить такое чудо? Он сказал, любовь сделала все это. Но у него спросили снова, а как же насчет денег? Где найти такие средства? Он сказал, валюта Бога – это любовь. Она заставляет вращаться целые галактики во всей Вселенной. Я продолжаю листать его книгу, и на каждой странице я нахожу новую мысль для себя. Я нахожу госпитали. Я нахожу храмы медицины, в которых он исцелил десятки тысяч страдающих от физических недугов. Когда пациенты переживают о том, чем платить за лечение, он улыбается и отвечает, я получаю хорошую зарплату любви и благодарности. И добавляет, а также должен чувствовать и ты. Видишь, какую оплату я ожидаю. Приложи к этому все свои старания и умения и сделай медицинские услуги бесплатными. Всегда думай о помощи людям. Это единственный путь отблагодарить меня. Кто ты, Свами? Гуру воплоти, за которым скрывается невидимое тайное творение, глубокое, неизмеримое и непостижимое. Кто ты, Свами? Мистерия, которую нельзя описать? Тем не менее, ее понимание углубляется по мере самоисследования и внутреннего поиска. Гуру можно познать через личный опыт познающего, который простирается в непознанное и непостижимое, пока он не превзойдет всякие границы видимого мира и не войдет в мир вечности и бесконечности за пределами слов, концепций и представлений. Достаточно знать его как воплощение любви, ибо я вижу его безграничную любовь. Я чувствую его бесконечное сострадание. Я соприкасаюсь с его необъятной милостью. Кто ты, Свами? Я спрашиваю его игриво. Кто хочет знать, отвечает Гуру в равной степени игриво. Я с вами, я отвечаю. Тогда сначала пойми, кто есть ты. И постепенно, шаг за шагом, с ответом на этот вопрос, придет понимание, что ты есть я, а я есть ты. В этом мире все едино. Я командный игрок в игре под названием «Жизнь». Мир — это моя игровая площадка. Каждый человек — член моей команды. Бедность, ненависть и жадность — это мои враги. Бог — это арбитр. Гуру — мой тренер. Он научил меня играть, играть честно и по правилам. Ему я шлю бесконечные приветствия. Ему я низко кланяюсь в поисках его благословений. Мир — это мой хумблый бау, seeking out his divine blessings. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наши дорогие гости из самой родины Олимпийских игр в Греции. Грис. Перед вами выступят гимнасты, чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. ФЛАБИО ФАНКОНИ ДОМЕНИКО РОССИ ВАГЕЛИС КОЛОСОКИС ТОБАКОС ДЕМОСТАНИС МАРИЯ ПОГАЛОВА И МАРИЯ ДЖЕРГАТОВА ДЖЕРГАТОВ МАРИЯ Первым пунктом программы вы увидите выступление на кольцах. Перед вами выступит ТОБАКОС ДЕМОСТАНИС чемпион мира и Европы и чемпион Олимпийских игр в Афинах в упражнениях на кольцах. В Афинах Следующим выступит ФЛАБИО ФАНКОНИ чемпион Швейцарии в упражнениях на кольцах, принимавший участие в чемпионате Европы по гимнастике. ФЛАБИО ФАНКОНИ ДОМЕНИКО РОССИ ДОМЕНИКО РОССИ Тренер национально-юниорской команды Швейцарии Это ВАГЕЛИС КОЛОЗОКЕС чемпион Греции в упражнениях на батуте. Сейчас мы переходим к выступлениям по ритмической гимнастике в исполнении Марии Погаловой и Марии Джоргатовой. Джоргатов Мария ДОМЕНИКО РОССИ ДОМЕНИКО РОССИ Сейчас вы увидите упражнение на полу в исполнении ФЛАБИО ФАНКОНИ Гимнасты предлагают свои поклоны Пхагавану. 11 лет назад, в 1995 году гимнасты обратились к СВАМИ с просьбой выступить в Его Божественном присутствии. И СВАМИ сказал, что Он предоставит им такую возможность в будущем. Сегодня их день настал. Следующим пунктом нашей спортивной программы будет волейбольный матч между национальными сборными Шри-Ланки и Индии. Это второй международный матч между командами Индии и Шри-Ланки. Команда Шри-Ланки играет в красных майках. Команда Индии – в желтых. Команда Индии – в желтых. Команда Пап… fireworks. Кроме о Сре-Ланка. Команда Индия. Команда Индии – 5-1. Команда аре-8. Команда Сриланка. Команда Аааааа. 8 Point of India 9 4 Point to Sri Lanka 5 9 Good blocking by Indian side Score 10 5 6 10 6 Убитая голова Том-Joосовщиков, Индия. Скорее 11-6. Добавил субтитры DimaTorzok 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 12.18 Good striking by Tom Joseph. Point to India. 19.12 Good shot by Sri Lankan team. Score 13.19 Good striking by Subra of Indian team. Score 20.13 Very good shot by number 3 of Sri Lanka. Score 14.21 Good shot by Subra of India. Score 22.14 One more shot by Indian side. 23.14 Second time out for Sri Lankan team. Srikant Jusav Srikant Jusav Srikant Jusav Srikant Jusav Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 15 10-3 Ball on the net 0.1 by Sri Lanka Ball out One more point to India At score 16-7 Kapil, the captain of the team Put shot by Sri Lanka inside Good shot by Sri Lanka DimaTorzok 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 Наша индийская волейбольная команда скоро примет участие в азиатских играх в Дохе, Катаре. На этом завершается первая часть нашей вечерней программы. Через несколько минут начнется торжественная церемония созыва университета Шри Сатья Саи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok